Кухня ЖКХ Действительно, вообще в целом ситуация такая на жилом фонде, что много провайдеров размещают в своей сети связей и дополнительное оборудование, которое занимает дополнительное пространство в подъездах и на чердаках, увеличивает нагрузку потребления электрической энергии в самом доме. И зачастую этот вопрос вообще не легализован ни со стороны управляющей компании, ни со стороны жильцов, ни со стороны провайдера. Хотя периодически провайдеры обращаются в управляющую компанию за предоставлением доступа в места общего пользования для обслуживания своих средств связи. В данном случае нужно, естественно, для размещения оборудования получить разрешение жителей, которое оформляется протоколом общего собрания с квалифицированным большинством голосов, не менее 2 трети от общего числа голосов собственников. Должно быть принято решение о предоставлении права пользования общего имущества конкретным лицам и, как правило, взымание за это оплаты определенной. Здесь уже получается, что общее имущество можно использовать с финансовой какой-то определенной выгодой для жильцов и сократить расходы на содержание жилого помещения, текущему ремонту, которое платят в рамках тарифа. Это касается не только провайдеров, но и размещения рекламы, рекламных конструкций внутри подъездов, на стенах дома. Это касается размещения стационарных торговых объектов. Бывает зачастую, что собственники, владельцы и ларьков этих объектов и провайдеров находят конкретных лиц из дома, с кем договариваются, и неформально устанавливают правоотношения и оплачивают деньги налогом. Это надо избегать, потому что, во-первых, это все равно должно учитываться, деньги расходоваться должны исключительно на нужды дома, и все-таки это делать через управляющую компанию, а не самостоятельно, и все это грамотно оформлять. Потому что, если будут какие-то проблемы, там повреждение общего имущества при обслуживании каких-то средств связей, других моментов, будет нести ответственность как раз управляющая компания, и дополнительная финансовая нагрузка будет на жителей всех. Максим Павлович, дайте совет собственникам. Собственникам можно дать совет, это то, что обратиться, в том числе, в свою управляющую компанию, с просьбой провести собрание для всех жителей, чтобы определить права третьих лиц на использование общего имущества и восстановление за это какой-то платы. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892.